Всем привет! Давайте поговорим про отстранение фигуристки Валиевой на 4 года из-за обнаруженного допинга и из-за этого у России отняли золотые медали А вот, что я могу по поводу этого сказать Первая часть моего ролика это про саму Валиеву и вторая про допинг в целом Про Валиеву, я считаю, что ее справедливо дисквалифицировали Нашли допинг, извини, родная, ты попалась Она говорит, что допинг попал с каким-то другим веществом, с пирожками от собаки Третья, пятая, двадцатая, не имеет никакого значения Знаете почему? Потому что ты профессиональная спортсменка Да, в 15 лет спортсменка И у тебя должна быть команда, которая отвечает за твое питание Во всем мировом спорте существует конкуренция Между спортсменами, они друг друга ненавидят Если вы думаете, что спортсмены все друг друга любят, вы сильно ошибаетесь У них очень жесткая конкуренция За место сборной И зачастую конкуренты, спортсмены друг другу подсыпают какие-то там допинги Это абсолютно нормальное явление Но наиболее жесткая конкуренция Это у женщин-спортсменов Там вообще друг друга ненавидят лют И абсолютно нормальное, если тебе кто-то из твоих конкурентов подсыпал какой-то допинг Ты должна следить за этим Все профессиональные спортсмены в мире следят за этим Я помню, как Бьерн Дарин даже в своем вагончике жил Несколько месяцев Чтобы только питаться и изолироваться от всех других То есть Это абсолютно стопроцентная проблема непосредственно Валиевой Ты допустил это Все Ты получила 4 года абсолютно заслушан Вот Теперь перейдем непосредственно к допинговым делам Если бы эта Валиева была американкой То она бы ничего не получила Никакой дискуссии Ей бы дали там 2 недели Пожлились Ну ты ж ребеночек Помните лыжницу такую Бьерн Которая попалась на допинги Мара Бьерн Она сказала, что это запрещенное вещество У нее попало с губной помады Вот Ну она ж норвежка Поэтому ее погладили по головке По-моему там 8 месяцев дали диску И все И она вернулась И снова Накачалась допингом И снова выиграла международные старты Ребят Вы должны понимать Что выступать в международных соревнованиях Под эгидой в АДЭ Нельзя Изначально было нельзя Понимаете? Все это началось после Сочинской Олимпиады Когда выступил один маразматик Караченкова Сказал, что там На Сочинской Олимпиаде Русские применяли допинг Ни одной положительной допинг-пробы Наших спортсменов не было Ни у кого Всех дисквалифицировали Всех отобрали медаль У всех Ни одной допинг-пробы не было положительной Вот и наши власти Добрые власти Они вели какие-то переговоры С этим ВАДО Вот понятно Что никаких переговоров не должно быть Для меня ВАДО это дьявол Для меня ВАДО это Люцифер С которым нельзя переводить никаких переговоров Если вы начинаете проводить какие-то разговоры Переговоры С дьяволом То знаете Он все равно вас обманет Это обязательно будет Вот Иуда подтвердит Он тоже взял Серебряники И в итоге дьявола выкинул И он повесился на Какой-то старой ветке Ну вот Никаких переговоров с дьяволом Не надо вести ВАДО это дьявол Еще раз говорю Дьявол Который представляет американский интерес Это абсолютно политическая организация Которая считает нужным Кого нужно казнить Кого не нужно казнить Вот и все Когда вся эта шляпа началась После Сочинской Олимпиады С обвинением То что Россия существует Государственная допинг-программа Никаких переговоров не надо было вести Надо было отказаться от всего Сказал Мы не признаем ничего совершенно Ничего не было Вы все врете И мы не будем выступать Под гидой ВАДО Вот и все И ни под каким белым флагом Но У нас власти добрые Вова Путин слишком добрый Его главная черта Плохая черта Вова Путина Он слишком добрый И он решил Что ну давайте Мы же цивилизованные люди Давайте проведем переговоры Давайте Ну давайте Надо консенсус достигать Достигли консенсуса Кто хоть один раз Сделал послабление В дальнейшем тебе будет только садиться на шею Так и получилось Вы когда Начали Какие-то Уступки Делать ВАДО То вы сразу же В дальнейшем Сделали так Что Вам стали садиться на шею Это все Еще тогда Наблоник говорит Что мы не доверяем ВАДО Мы не хотим Никакого сотрудничества с ВАДО То что вы говорите Это чушь собачья Вот и все Не хотите чтобы мы выступали Мы не будем выступать Сейчас мы не выступаем Какая разница Это сделала ВАДО Или какой-то другой Другая организация Сама по себе ВАДО Я просто хочу вам объяснить Что я хочу донести Что я хочу донести ВАДО Это сатанинская организация Это Люцифер Мири спорта Это самый настоящий Люцифер Потому что Именно ВАДО Разрешает Западным спортсменам Вот потреблять допинг Сколько влезет И совершенно Ничего не разрешает Российский спортсмен Более того не разрешает И банит там Без каких-либо положительных допинг-проб Это Люцифер Вы не должны были вообще Не иметь Никаких контактов С Люцифером Помните Евангелие Когда Христос Уходил В пустыню И где его там По-моему Две недели И дьявол искушал И он Ни на что не согласился Ни на какие переговоры С дьяволом Вот то же самое Нужно было делать И нашим организациям Но было Если Надо было Путину Выступить Изначально Сказать Мы Не верим в АДО Это сатанинская организация Если не хотите Чтобы мы выступали Мы не выступали Надо было тогда Жестко вставить вопрос Все Тогда надо было Жестко вставить вопрос Если не хотите Чтобы мы выступали Ни на каких международных соревнованиях Мы не будем выступать Ни под каким белым флагом Мы выступать не будем Это тогда Надо было Своё дело Понимаете Я поэтому и говорю Что Вова Путин Он слишком добрый Вот А сейчас Мы пожинаем плоды До этой доброты Вот и всё И в дальнейшем Ну Я считаю Что надо создавать Отдельную Антидопинговую организацию Которая была совершенно нейтральной От любой стороны А выступать под Под руководством ВАДы Да Ну Смысл какой Если она подчиняется США ВАДы Это организация Которая Со штаба квартиры в США Вот сидят там люди Которые говорят Кому Кого можно Казать Кого нельзя Вот и всё Если кто не знает Кстати Что ВАДы Не имеет никакой силы И не проверяет Никого В Соединенных Штатах Америки Никого Никого Потому что Официальное Её заявление По этому поводу Это сделано В связи с тем Что ВАД доверяет Американской Антидопинговой Организации ЮСАДА Вот И ЮСАДА Уже проверяет Своих же спортсменов Вот Вот такая организация Вот А на порог Даже в страну ВАДы Никто не пускает Вот ВНБА Там ВНХЛ Не пускают Антидопинговых офицеров Вообще Даже ЮСАДА Чтоб вы знали Вот Вот такая история На самом деле То есть Я считаю Что вопрос Отстранения Валивы Это вопрос Вот тех Тех Вот тех Переговоров С Сатаной С ВАДы Вот тех Переговоров И сейчас Идут какие-то Переговоры Вот А никаких Переговоров Не должно было быть Вот Ещё тогда сказать Если вы считаете Что наши Спортсмены У которых Отрицательный Допинг-пробы Они в чём-то Виноваты То давайте Мы больше Выступать не будем Мы Не хотим С вами Иметь никаких Дел Вот Наше Руководство Это не сделало И вина В том числе И Путину Потому что Надо было Очень жёстко Вести себя Тот Кто ведёт С себя Жёстко Всегда С тем Всегда Хорошо Разговаривает Вот Если мы Вели бы Тогда ещё Жёстко То Ничего подобного Сейчас не было Вот Никакого Отстранения Валиевой Не было Вот А сейчас Мы пожинаем То что Должны были Пожинать Вот Так что Вот такая История Всем пока